И все ошибки, которые за прошлые 10 лет мы совершили, которые совершили министры обороны партии ХДС, ХСС, мы должны их исправить. И я назову эти ошибки. Это экономия на Бундесфере, это отмена обязательной службы в армии. Все это произошло под экидой консервативных политиков. И эти ошибки нам нужно исправить. Категорически не согласен с глубоко уважаемым канцлером. То, что Бундесфер недофинансировался, это было правильно. То, что российская армия после 90-го года до 2000-го фактически была заброшена, это было правильно. То, что украинская армия с 90-го года по фактически 2014-й была недофинансирована и профессия военного была непрестижна, это все было правильно. Ошибка началась с того, что начиная с 2000-х годов российская армия стала более финансироваться. И ошибкой стало то, что российская вооруженная сила вторгнется на территорию Украины еще в 2014-м году. Ошибкой стало то, что Украина спустилась на это поле насилия и стала перевооружать свою армию, стала получать помощь от НАТО. Ошибкой стало то, что после вторжения России в Украину в 2022-м году Европа вместо жесткого бойкота экономического, вместо привлечения к этому бойкоту Азии, стала поставлять оружие Украине. Цивилизация сделала сейчас шаг назад, как она сделала шаг назад во время Первой мировой войны. Вот это является ошибкой. И Россия открыла ящик Пандоры, зачеркнула культурную победу Германии после Второй мировой войны, заставила Германию пересмотреть свое отношение во внешней политике, свое отношение к вооруженным силам. И эта ошибка началась с России и закончилась с Европой. То есть сейчас идет ряд ошибок. Эскалация вооруженная, переход на поле насилия – это грандиозная цивилизационная ошибка, которая, к сожалению, подключилась Европа. Про США я молчу. США всегда так же, как и Россия находилась на позиции силы. Европа совершает огромную ошибку. И Германия как лидер, как европейский лидер ненасильственного решения всех вопросов, как самая гуманная страна, ставшая самой гуманной после покаяния, сейчас сдает эти позиции. Сейчас делает гигантский шаг назад и восстанавливает приоритет насилия и приоритет военной мощи. Это грандиозная ошибка. Это та логика, которая была навязана неразвитой азиатской, полуазиатской страной. Эту логику нельзя было принимать. Украина приняла эту логику, понятно почему. Потому что она недалеко ушла цивилизационно от России. Но Германии ни в коем случае нельзя было принимать такую манеру отношений, которые навязала и Россия.